Копирование мы будем производить на пульт нашего производства 2 в 1 для BFT версии 3. Секретный код передается удержанием кнопок 1 и 2. Подносим оригинальный пульт и передаем секретный код. Считываем дамп рабочей кнопки. Также должны записать секретный код. После этого нажимаем «Воспроизвести дамп». Пульт успешно скопирован. Приветствую всех! В данном видеообзоре хотим продемонстрировать вам процесс копирования пультов BFT с помощью модуля «Пульт дампер». Для работы нам понадобится сам модуль «Пульт дампер» и программное обеспечение для этого модуля, которое вы можете скачать на сайте primepult.ru. Ссылку на товар и программу также оставим в описании к этому ролику. Копирование мы будем производить на пульт нашего производства 2 в 1 для BFT версии 3. Это пульт-копировщик. Он копирует пульты BFT как старых образцов, так и новых. Старые образцы отличаются от новых тем, что у них овальная форма и скрытая кнопка есть на задней стороне. Эта скрытая кнопка при удержании передает секретный код пульта. На пультах нового образца секретный код передается удержанием кнопок 1 и 2. Удержание должно производиться одновременно, то есть нажатие. Мы держим и, соответственно, индикатор у нас не загорается сразу. Таким образом мы передаем системный код. Сам процесс копирования пультов на пульты 2 в 1 для BFT выглядит следующим образом. Мы переводим пульт в режим копирования, подносим оригинальный пульт и передаем секретный код. Видим, что индикатором пульт подтвердил то, что он принял секретный код. После этого мы нажимаем рабочую кнопку. Длинная вспышка показывает о том, что пульт успешно скопирован. Теперь произведем копирование с помощью модуля PultDumper. Для этого у нас уже запущена программа и подключен модуль. Сначала необходимо всегда запускать, прошу прощения, подключать модуль PultDumper, затем запускать программу. Далее во вкладке порт мы выбираем порт, в который у нас подключен наш модуль. Нажимаем «Считать дамп». Считываем дамп рабочей кнопки. Считали дамп, давайте занесем его в базу. Я назову его просто 1. После этого мы также должны записать секретный код. Для этого нажимаем снова «Считать дамп» и посылаем секретный код. Заносим его в базу под цифрой 2. Далее по аналогии с копированием корпуса к корпусу, мы переводим пульт доводном для BFT в режим копирования. И прикладываем к модулю. В настройках у нас здесь около кнопки «Воспроизвести дамп» должна быть выставлена та же частота, на которой мы считывали. И, соответственно, количество посылок по умолчанию стоит 2 раза, ставим на 10 раз. После этого нажимаем «Воспроизвести дамп». Видим, что пульт у нас принимает секретный код. Как только он принял секретный код, нам нужно передать в него, соответственно, сигнал рабочей кнопки. Видели длинную вспышку на нашем пульте. После этого кнопку программирования можно отпустить. Пульт успешно скопирован. В принципе, на этом все. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и поставить лайк этому видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok